До чего мне стыдно, лежа в тени, смотреть, как сажают картошку. Но еще более стыдно смотреть бои, в которых некомпетентные рефери приговаривают бойцов к серьезным травмам. А таких видео я вам показывал не одно. Привет, звездные лапки-сороконожки! С вами Федорович, а сегодня я вам покажу самураев четырех углов, которые спасали бойцов от лишних ударов и серьезных последствий. Трудно сказать, что на душе у постоянно смеющегося человека, но еще труднее узнать, что на душе у рефери бывшего бойца, который находится в ринге, а настрелять никому не может. В этом поединке по муайтае рефери показал уровень умений и реакции, как у мангуста. Когда один из бойцов, сделав высекание, хотел сразу садить ногой в голову, по уже сидевшему на канвасе противнику, что в муайтай довольно частое явление, рефери, как скорпион, пронзающий жука, остановил его ногу с топорящим ударом в бедро, предотвратив явно жесткий и опасный удар. У кого на ноге рано, тот боится и травы, а кто падал в нокаут, знает, что это двойной удар. В этом поединке между тайцами была поставлена красивая и жирная точка левым локтем, мгновенный нокаут соперника, который на секунду завис в стоячем положении, а потом начал валиться, как подрубленная пьяным лесорубом сосна в сибирском лесу. Но рефери, как сорока, увидевшая золотишко на пляжном покрывале, бросился к падающему бойцу и, прихватив его за голову, вместе с ним мягко приземлился на канвас, не дав тому удариться затылком. К тщеславию, как и прыщам, любой подвержен, а бой, который вы сейчас посмотрите, настолько низкий и позорный, что я бы таких бойцов закрывал в клетке с тиграми, пускай там показывают свою ярость. В этом бою начинающих бойцов на любительском турнире пошел обычный обмен кривыми ударами, а когда бойцы упали в партер, рефери сразу остановил бой. Но дикий скун с синими волосами отказывался останавливаться и продолжал наносить удары. Мало того, когда рефери его оттянул и развернулся к первому бойцу, он снова бросился в атаку, как тупоголовый баран на зеркало. Но в этот раз красавчик Реф сделал сопляку удушающей, прижав его, как дрос червяка. Пока не пришла полиция и не заломала крутого файтера. У наблюдающего со стороны 8 глаз. Это точно про рефа из этого поединка. Один из бойцов хотел нанести сокрушающий удар ногой, но нанес себе поджопник, упал на пол. А второй совершил очень некрасивый поступок. Вроде бы у перца зернышки мелкие, но жгучие. Так и у нас. Вроде бы просто воспользовался моментом и хотел отбить ногой голову, пока первый щелкает семки на татами. Но это мелко и подло. Спас ситуацию человек в черном, который как парящий дракон бросился на бьющего бойца и повалил на пол. Недавно нести удар. А в этом невероятном бою по муай-тай мы увидели красивенный обмен ударами с феноменальным нокаутом локтем. Но всех поразил рефери, который проявил молниеносную реакцию, которой может позавидовать даже кобра-убийца. Он сразу понял, что удар был нокаутирующим и бросился спасать бойца, падая вместе с ним и придерживая ему голову. Вот это красавчик! Убегающий не выбирает дороги, а боец выбирает, что он будет делать в бою. Но есть такие ничтожные гориллы, которые слишком отдаются инстинкту убийства и звериному нутру, переставая контролировать себя. В нашем бою случилось так же. После прямого удара в голову противник упал в нокаут, но бойцу этого показалось мало, и он бросился на добивание. Что еще можно понять? Ведь удобный случай легко использовать, но легко и упустить. Но отмороженность бойца заключалась в том, что рефери тоже бросился к упавшему противнику, чтобы сразу остановить бой. Но этот гиббон не хотел останавливаться и продолжал избивать пацана без сознания. Только борцовское прошлое и мощная статура рефери смогли остановить разгорячившегося файтера. В этом поединке, после феноменального нокаута, от которого боец сложился как буратино, когда бросают нитки, рефери проявил чудо реакции и бросился на вышибалу, чтобы не допустить уже явно лишних и опасных ударов. Но нокаут все равно получился очень опасным, как будто роботу нажали кнопку в выклы, и он сразу сложился. А таких долбогятлов, как боец в черных шортах, нужно дисквалифицировать не только с боев пожизненно, но и вообще не допускать в зал единоборств. Еще до того, как начался сам бой, этот подлый таракан вместо пожатия перчаток сразу ударил в голову оппонента. Рефери отвел его в сторону, но вместо дисквалификации разрешил продолжить бой, за что ему уже жирный минус. Укушенный змеей боится и веревки, а отмороженный головой не станет доблестным воином. Нашему дикобразу удалось провести пару хороших ударов коленями в партере, и его противник поплыл. Рефери решил остановить бой, но этот дуболобый бизон не хотел останавливаться и продолжал наносить удары, после чего Рефу пришлось применить удушающий прием. Но это не понравилось отбитому оленю, и он высказал претензии Рефу, а может и позвал на бой. А в этом поединке великий и еще молодой Мэнни Пакьяо, будучи ходячей машиной для убийства, разделался с очередным противником, разрядив в него свою обойму. И тот, развернувшись канатом, побрел неуверенным шагом, как будто хорошо поддатый тракторист идет к барной стойке за очередной бутылкой. Конечно, нужно отдать должное Пакмену, он не бросился добивать еле идущего соперника, но и Рефери сразу сообразил, что пацану хватит, и подбежал, закрыв его от пушечных ударов Мэнни. Если бы вам пришлось останавливать Майка Тайсона, вы бы... Вариант А. Сказали, нахер оно мне нужно, здоровье важнее. Вариант Б. Помогли Майку во всем, что он делает, даже добить противника, лишь бы стать его кентом. Вариант В. Побежали бы за пивасом в ближайший магаз, чтобы с ним забухать. Но это все не про нашего Рефери. Когда Майк разрывал очередного соперника, Реф бросился его спасать, пытаясь влезть между ним и Майком. Но Железный просто отшвырнул Рефа в сторону, даже не заметив, и продолжил раздавать сладкие плюшки. Но настырный, как голодный кот, Рефери со второй попытки утихомирил Тайсона, и все-таки остановил это побоище. Пишите в комментах, какой Рефери вам понравился больше всего, и как вы относитесь к таким бойцам-стервятникам. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. А этот могут заблокировать. А если вы хотите начать тренировки, даже в домашних условиях, или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok